На родном шахтере Экибастуз принимал шамкенский каран. Экибастуз сыграли в желтой форме. Ворота защищал Руслан Нарымбаев. Борьба шла за место в первой шестерке. Если Экибастузу было достаточно ничей, то гостям нужна была исключительно победа. Поэтому игра, которая состоялась 7 августа, равна была финальной игре турнира. Экибастуз начал активно. На четвертой минуте сбили нашего игрока в половине гостей. Штрафную пришел бить наш капитан Бралин. Отметим, что хотя он и защитник, но в этом сезоне самый результативный. Голы в основном забивался штрафного, но в этот раз мяч ушел выше ворот. Гости ответили на 12-й минуте тоже штрафным ударом. Правда, первый удар не очень получился. Тем не менее, мяч опять попал к ногам Кырановца. В этом случае Нарымбаев сохранил свои владения. Через 5 минут наш вратарь опять показал свое мастерство, отбив кулаками очередной штрафной удар. Опасная была и следующая атака гостей. Защитник Сулейменов головой отбился, но мяч попал прямо в ногу игроку Кырана Болтобекову. Он сильным ударом бил по воротам. Нарымбаев с первого раза не смог удержать. Откатившийся мяч Бралин отправил в аут. На 37-й минуте упустил свой шанс Сулейменов. После очередного углового головой он пробил мимо ворот. Через две минуты хозяева атаковали с левого фланга. Урозалиев дал хороший пас в штрафную, где находился Алояров, но он пробил в сетку ворот с наружной стороны. В последнюю минуту первого тайма такая же ситуация возникла уже у наших ворот. Горевшими на табло двумя нулями окончилась первая половина матча. Вторая стартовала с гола. С правого фланга Сулейменов отправил мяч по воздуху в штрафную площадку гостей. Здесь первым успел наш Урозалиев. К его удару вратарь Кырана не успел, зато был рядом Саденко, который и стал автором гола. Счет 1-0 устраивал нас, но не гостей, поэтому они ринулись вперед. Очередная атака справа, но не мимо Нарыбаева. Через некоторое время мяч все-таки побывал в воротах экибастуза, но свисток арбитра, заметивший нарушение правил игры, прозвучал до удара Кырановца Акжола Сулейменова, поэтому гол не засчитали. После этого хозяева провели несколько атак. В одной из них Амаров не успел отправить головой мяч в пустые ворота. Голов зрители не увидели и в конце матча. Итог 1-0 в пользу экибастуза. Позже выяснилось, и Каспий проиграл Алтаю, и мы поднялись на пятое место, а Кыран остался на седьмом. Второй этап первенства начнется 27 августа, экибастуз примет на своем поле команду Махта-Арал из Южно-Казахстанской области.